Дождик Ясно на заре, или лето на дворе, о тебе я думаю, чьи цветы летят, о тебе я думаю. Улетят назад, о тебе я думаю, зелены кусты, скрыты ли хорошею, ни о чем не в мочь, о тебе я думаю, только о тебе. Уж, наверное, ты, девушка, хорошая, если день и ночь, о тебе я думаю. А я знаю, что ты хочешь. Вряд ли. А спорим, знаю? Ты хочешь получить сердце? Твое. Нет, не мое, а то, что лежит у меня в чертежах. Ну, от этого бы не отказалась, конечно. Получишь медаль в ВДНХ, станешь уважаемым, солидным. А ты чистолюбив, ты жаждешь лавров. Скорее всего, лаврова листавщина. Ты щи варить имеешь? Я? Нет. Я тебя научу, мне в армии приходилось замещать повара. Я никогда не научусь варить щи, никогда. Да. Ну. В конце концов, этим могу заниматься я. Ну. Ну, пока. Ой, здравствуйте, Алик. Здравствуйте, Ниночка. Как дела? Как мама? Ничего, спасибо. Пойдем, пойдем. А как Юточка? Нормально. Кто там? Мама, это я. Ну, пока. Ты еще не ушел? Ушел. Слушай, мы же забыли хлеб купить. Может... Я куплю. Плоенку черный батон. Угу. А ты не обидишься? Обижусь. А вечером как, договорились? Угу. 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 Попробуй. Угу Угу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Знаете, скоро состаришься. «Симон» Поцелуев! Поцелуев! Распишись. Иди сюда, иди сюда. Вон, распишись, распишись. Что это у вас такое? Уборка территории. Что это у вас тут происходит? Кино снимаем. Привет, Марусь! Максимов! Распишись. Ой, что это? Распишись, что тебя предупредили. Уборка территории. Да ко мне мама из Икутии приезжает. Да как тебе не стыдно, Максимов? Грязью заросли. А ты? Это не грязь. Это культурный слой. На. Незбежные последствия всякой цивилизации. Что бы мы откапали, если бы древние египтяне убирали свою территорию? Неуместное сравнение. Расписывайся, Максимов. Да с удовольствием. Что не сделаешь для хорошего человека? Здравствуйте, Маруся. Здравствуйте, Коля. Какая вы сегодня красивая. Ну, как дела, почковед? Начал новую жизнь. Да какая там новая жизнь? Вот мама из Икутска приезжает. Да вот еще уборка эта. А-а-а. А почему ты решил, что она прилетает? Так сейчас телеграмму получил. Так там только про рейс говорится. А какой день, ничего не сказано. Так может быть, она в будущем месяце прилетает? Нет, за месяц билеты не продаются. Нет, но все-таки, наверное, сегодня. Зачем Господь Бог свел меня в пару с этой занудой? Почему именно Он должен делать в моей почке механическую часть? Или, точнее, я должен вести электронику именно в его почке? Твой передноут. Приветствую. Я приветствую вас. Какие люди. Категорически. Вот, привет. Я однократно. Артемий Федорович, а плату я вам не привез. Как не привез? А так не дают. Невыгодно им. Наша плата невыгодна. Больше штук, говорят, делать не будем. Вагон. Могу больше заказать? Вагон. Пожалуйста. Что? Ты оттащил бы сюда вагон? Как я привезу вагон? Как я привезу вагон? Артемий Федорович, да вы что? Ну, вы с вами вагон же. Что? У меня же план горит. То есть за тебя стоим. Артемий Федорович, ну, шучу. Что значит шучу? Ну, пошутил. Привез вам ваши платы. Вон, вагон за окном стоит. Бери. Я в следующий раз знаешь. Знаю. Что ты знаешь? Ну, все знаю. Угу. Артемий Федорович, вы зря успокоились, Артемий Федорович. Вы не знаете, что вас ожидает? А что меня ожидает? Ко мне мама приезжает. При чем тут мама? Копай, мама. Мне надо встретить ее в аэропорту. А я потом все отработаю, Артемий Федорович. Какие-то мамы, ни в коем случае. В конце концов, это полное безответственность. У нас план горит. Артемий Федорович, да ведь папа-то не знает, что план горит. Понимаете, она, у нее узкий кругозор. Она летит не спокоен в самолете и не знает, что ее сын горит с плана. Она выходит в аэропорту, и что ж ее никто не встречает? Понимаете, а сколько мама не видела сына? Сколько не видела? Три. Три года мама не видела сына. Понимаете, она прилетает, и никто ее не встречает. Не знаю. Если у вас нет чувства ответственности. Артемий Федорович, а если Паша мама? Что? Летела в самолете. Да. Понимаете, ну в конце концов, что может быть дороже матери? А его работу я доделаю, останусь и доделаю. Ну, партия, Федорович. Партия, Федорович. Нормально, по-моему. Думаешь? Все в порядке. Вперед за ним. Валюн, дай пинцетик. Да. С возвратом. Обязательно. Бродишь по этой паутине, как по лабиринту. Идешь, идешь. Где-то свернул не в ту сторону, и готов в тупике. Возвращайся ко входу, начинай снова. Нас три Наполеона. Ежедневно на пластинах печатного монтажа разыгрывается три австралийца, три в утрлу, три битвы под египетскими пирамидами. Правда, у Наполеона не было Артема. Был на Эмиро отдаву. А вот Артема не было. И потому он и продавал свою партию. В конце месяца Наполеона не вырывался, сяло его в белом халате, не взвинчило его воинственными криками. План, план. А регулярное невыполнение плана привело, в конце концов, полководца к поражению. Так когда же прибывает твоя мама? В 16.45 тебе же пора идти. И не забудь об уговоре. Ну, это бред. В самом оживленном месте неоскоро, час пик, встретить девушку, которую в глаза ни разу не видел. Ну, это обреченная затея. Да и к тому же, что случится? Ну, потопчешься с полчасика, и поймешь, что ты занят. Я не занят, это ты занят. Но почему-то ты занят, и поедешь сейчас в аэропорт. А я свободна, и останусь доводить монтаж до конца. Ты не знаешь, почему так получается? Потому что ты добрый, Николаш. Ты довольно не самый добрый человек на свете. Да. Дед. Здравствуйте, Роберт Францович. Я ищу вас. Здрасте. Вы сказали, честная работа. Вы не понимаете, что есть честная работа. Вы не знаете, что есть честная работа. Я думаю, все не так, все не так. А что случилось? Ну-ка. Зачем? Зачем вы приваривали скобки? Там, внизу. Зачем? Я полирую, полирую. Вы приходили и приваривали грубые скобки. Это грубая работа. Зачем? Вы же сводили весь мой труд на ноль. Ничего не поделаешь, Роберт Францович. Вы же не можете сделать цепочку целиком. А раз так, вам придется терпеть и меня, и мою работу. Терпеть это... Нет. Терпеть это... Нет. Ну, делайте электронную часть сами. Как это сами? Вы будете исправливать вашу ошибку сами. Вот так вот. Роберт Францович, это не ошибка, это небольшая конструктивная идея. Провод болтается, может выпасть. Я привариваю скобочки и... Рабочий не должен быть конструктором. Конструктор не должен убирать картошку. А колхозник не должен работать в цирке на трапеции. Каждый должен делать свое дело. Понимаете? Делать его и знать хорошо. Роберт Францович, я опаздываю в аэропорт. Ко мне приезжает мама из Якутии. Рейсом 51-17. И ровно через... 1 час 31 минута я должен быть там. Да, ну пожалуйста. Если мама, пожалуйста. Если мы сейчас вернем на Невский, и я займусь Розовским Николашиной знакомой, то наверняка опоздаю к самолету. Мама не простит мне этого. А вот девушка простит Николаша наверняка. Не простить его невозможно. Не нужно на Невский. Поезжайте в аэропорт. Еще звонок жив. Здравствуйте. Привет, Сереж. Добрый день. Бери. Открывай. Побеги мне, пожалуйста. Ой, неужели вырвалась? Ты же знаешь папу. То ждала, пока ему отпуск дадут. Отпуска не дали. Володенька. Володенька, я ужасно выгляжу, да? Ты прекрасно выглядишь. То ждала, когда у него давление упадет. Ты знаешь, а потом папа простыл. Ну да, ты же помнишь, я тебе писала. Да, вырвалась. Наконец-то вырвалась. Ты знаешь, Володя, ты знаешь... Там столько людей десятилетиями никуда не выезжает. Слушай, а что это ты делаешь, а? Сейчас мы выпьем за тебя, за то, что ты все-таки приехала. Благодарю. Благодарю тебя. Благодарю. Домой. Действительно, домой. Володя, папа там так привык, что ему кажется, что там его дом в Якутске. Я ему связала такой свитер из козьей шерсти, и он сказал, что теперь он никуда не поедет. Я сказала, пожалуйста. Пожалуйста. Я поеду одна, потому что я три года не видела сына. Подумай, только три года. И наконец-то вырвался. Володя. Три года. И сколько за это время произошло? Папу назначили главным инженером. Я оказался вполне пригодным к строевой службе. Володя, я прошу тебя. Мама. Все. Прошу. Благодарю вас. За тебя. За то, что ты приехала. Спасибо. За то, чтобы... Здравствуй, Володя. Здравствуй. Я только на минутку. Ага. Я про беду Ньютона узнать. В литературке написано, что... Иди. Ко мне мама приехала. Понятно? Врежь ты, мама. Я видел, ты вино открывал. Давай счастливо. Завтра придешь. Я дитя Тони все расскажу. Я ей скажу, что ты за нее чужую женщину выдаешь. Я ей письмо напишу. Ну, что же в коридоре разговариваете? Пригласи девушку в комнату. Не девушка. Здравствуйте, Тони. Узнаете? Парижка, это ты. Ты уже меня переросла. Какая же ты стала. Чтобы она была еще лучше, я советую нос на ночь защипывать бельевой прищепкой. Она боится, что вздохнется. Я могу дышать ушами. Конечно, когда без шапки. Шапка? Шапка. Я же совсем забыла. Я своему студенту шапку привезла. Какому студенту? Иди отсюда. Я так надеялась, что разоблачение наступит не с самого начала. В конце концов, имеет право мать побыть немножко счастливой. Нет, должна появиться эта кукла, голову на отсечении все разболтать. Маришенька, помоги мне поставить чемодану на стул. Сейчас, сейчас. Господи, неужели забыла? Подожди, подожди. Подожди, подожди. Вот она. Ой, какая. Ну, вообще. Ой. И знак качества на ней. Ммм. Вот он сам делает вид, что не рад, а сам рад. Он у вас такой неискренний. Молоденька, а ты что, и вправду не рад? Рад. Просто оскорблю об убитом звере. Ну, разве не варварство употреблять зверей на шапке? Не варварство. Тепло и красиво. Тетя, у вас там, наверное, норки под окнами бегают. Белые, голубые. Да? И на каждой бирке с ценой. Да нет, Маришенька. У нас там под окнами автомобили бегают. Мы же живем в большом городе. Тетя, мы с вами все разговариваем, разговариваем. Самого главного я вам не сказала. Чикабабин-то из 30-й квартиры умер. Как? А вот так. Стоял в телефонной будке, разговаривал и умер. Это какой же, Хромой, что ли? Нет. Хромой это из 5-й квартиры над вами. У него еще сын в варне золотую медаль за танцы получил. Вот тогда нам лифт починили, и Володька на завод пошел. Володь, ты когда на завод пошел? Какой завод? Володенька, какой завод? Да, это правда. Я не учусь. Ну как же, Володя, мы ведь целый год с папой. Да, целый год. Но деньги, которые мне присылали, я клал на книжку. Володенька, дай мне, пожалуйста, сумку. Там у меня был кардин. В каком поводу цветы? У вас, кажется, сегодня начинаются испытания. Но если вы не считаете это достаточной причиной, конечно, я не мешал бы стать поизящней. В идеале она должна быть совсем крохотной. Ну, как диктофон, чтобы ее можно было носить в карманах. Да, так и будет. Да, в отдаленном будущем. Нет, я не дал в одну... Ну, ни пуха, ни пера вам. К черту, к черту. Ну что, включаем? Да. Вот так же и наша кровь бежит по сосудам. Совсем маленькая, человеческая, шивая почка очищает ее. Если из наших аппаратов создать человека, он будет увеличеной из дома. Вся эта голова будет к тому же часто ломаться, а мы довольно редко портимся. Надо признать, мы неплохо сконструированы. Она отвечает тебе взаимностью? Угу. Смотришь ты на нее влюбленная. Не скрой, она мне нравится. У-у-у, я ревную. Хелло, мальчики. Хелло, девочки. Голубой человек из космоса. Ну, космос тут ни при чем. Мальчики, обыкновенная серебряная пута. Если вы, мальчики, захотите быть седыми, я вас выграшу в два счета. Не всех, конечно. Ты, Николаша, можешь стать только рыжим. Оставь меня, какой я есть. Ой, мальчики, а какой шум поднялся. У нас КВ, наши селедки чуть не выпали в осадок. Ну, я думаю. А главный сказал, что отметит это событие приказом. Вот, возьмет меня завтра и уволит. Кто же будет освещать нашу жизнь? Кто будет украшать нашу пилену? А? Нет, мальчики, если вы не возражаете, я теперь всегда буду такой. Дивочка, вы я не возражаете? Я тоже. А, ты как думаешь, Володя? Да. Не знаю, по-моему, раньше тоже было хорошо. Ой, девочка, ты не трогай его. У него сегодня что, три, два, один путь? С хорошим известием он не придет. Если что случится, виноват, конечно, буду я. Измыкание, Роберт Францисович. Как вы сумели догадаться? Повернулся спиной. А почему, собственно? Еще неизвестно, за кого мы стоим. Может, это он напортачил. Ну, не вывести так монтаж, не вывести, Ниночка, поверь мне. Ты так думаешь, да? А давай попробуем, а? Ну, давай попробуем. Останавливайся, проклятая. Пойдем. Так, ну-ка, посмотрим. Я думаю, вы перепутали контакты. Что, не прозванивал, что ли? Не прозванивал. И все же мы попробуем прозвонить. Пойдемте. Сгорел диодик. Вот он и не пошит твой восьмицилиндровый. Дай-ка паяльник. Веса, давай-давай, говори. Ты че же он лог? Как все у него получается гладко и безошибочно. А может, он просто удачник? Он родился удачником, счастливчиком, победителем. А я, я стал неудачником очень рано. Можно сказать, что я им родился. Восемь месяцев я проглотил пуговицу. В год у меня не было ни одного зуба. Первый отметок, который я получил в школе, был адвокат. Возьми паяльник. Ты что, оглох? А? Да. Так. А ну-ка, включай, пусть погоняется. Товарищ конструктор. Да. Что же это вы бросаете дело на середине? А кто вам сказал, что бросает дело на середине? Кстати, мы еще не обсудили нашу схему до конца. Пойдем обсудим. Пойдем обсудим. Ну? Пойдем обсудим. Майя, пойду. Чай неохота. Да-да, конечно, Володя, да. Майя, пойду. Вот я снова несу сумку за Ниночкина. На этот раз мы не идем в химчистку или в булочную. Несем очень старые Ниночкины, тети. Кстати, а что мы несем сегодня твоей тети? Мазь от радикулита. Картошку, морковку, кивир и белье из прачечной. Вот и все. Послушай, возьми меня с собой. Да ты что? Ну, я скажу, что я пришел починить водопровод. Ой, а тетка старая, она не такая дура. Она сразу поймет, что ты притащился со мной. Понимаешь? Ну и что? Ну подумаешь. Ну как? Ну, начнут вопросы всякие. Кто ты? Кем ты работаешь? Кто твои родители? Тебе этого хочется? Нет. Не чем хвастаться. Французский я не знаю. На фронтопьянах не играю. У Карпа не могу выиграть. Даже в сеансе одновременной игры. Я об этом давно догадалась. Зато я таскаю сумки. И могу стоять часами под дождем и снегом. Я это ценю. Подожди меня сейчас. А сумки? Ой, господи, боже мой. Согласитесь, что людей, способных ждать часами под дождем и снегом, гораздо меньше, чем дирижеров, рекордсменов и шахматистов. Может, потому рекордсмены и становятся рекордсменами, что не убивает временное ожидание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я втянулся в обряд ожиданий. Мне стала нравиться глухая освещенность переулков и дворов. Мерзающий свет, настойный на сырость. Таинственные звуки шагов. К тому же я застрахован от неожиданностей. Ниночка не может исчезнуть и обречь меня на тягостное томление. Моя ожидание всегда оканчивалось счастливым финалом. Володька! Володька, ты что, оглух, что ли? Фу, еле ноги унесла. Она там что-то говорит, говорит. А я дверь тихонечко открыла, шмык, и все. Хватится на нас уже не будет. Все, теперь бежим. Бежим! Ота, гера! Володь, здравствуй. Здравствуй. А я вот иду. Вижу. Откуда? Оттуда. Оттуда? Куда? Туда. Туда. Ага, значит, идешь сверху вниз? Угу. Угу. Вижу, советы мои не пригодились. Какие советы? Какие советы? Нос на ночь не защипываешь? Отвечай. Не защипываю. Не защипываю. Я снимаю с себя всякую ответственность. Если тебя никто не возьмет замуж, ко мне никаких претензий. Итак, продолжим наше движение. Ты идешь оттуда, а я туда. Счастливо, малыш. Володь, постой. Ты на меня не сердишься? За что? Ну, за тогда, что я про завод сказала. Я же не знала. А, ну что ты, малыш, сказал и правильно сделал. Какой я студент? Не сердишься? Нет. Ну, а что же ты тогда? Отвернулся. Ну, помнишь, на остановке? Мы еще с Митькой стояли. Мы с ним только с ним газету делали. Он главный редактор, а я рисовала. Мы с ним остались, чтобы сделать. Антонечка выгнала и класс заперла. Мы к Митьке ехали, чтобы сделать газету. А автобус все не шел и не шел. Ну, пришел автобус-то? Пришел. Ну, сделали вы смыть ей газету. Сделали. А при чем здесь я? Ты расстердился. Ничего не понимаю. Вы пахли с Митьей делать газету. Вы ее сделали. Почему я должен сердиться? Не за газету. Ну, мы стояли, а ты шел. Ты отвернулся и не поздоровался. Понятно. Нет, малыш, просто я тебя не заметил. Не заметил. Понимаешь, мам, у меня вовсе нет дурной склонности к вранью. У меня есть хорошая склонность не огорчать тебя. И если бы ты не огорчалась... Как я могу не огорчаться, Володенька? Я учила тебя музыке, ничего не получилось. Я хотела купить себе котиковую шубу, а купила пианино. У тебя была учительница по-французскому. Наконец, я устроила тебя в секцию тенниса. Ты помнишь, с каким трудом ты туда попал? А ты делал вид, что ты ездишь на теннис, а сам ходил в кино. И, наконец, Володя, ты провалился в институт, целый год обманывал меня и просишь не огорчаться. А если бы я играл на рояле, ты бы не огорчалась? Если бы я играл на рояле, говорил с тобой исключительно по-французски. И, кроме того, учился в политехническом институте. Ну, ни игра на рояле, ни игра в теннис не доставляли бы мне никакого удовольствия. Я еще не встречала человека, которому игра на рояле не доставляла бы удовольствия. Это просто стечение обстоятельств. У тебя ослабела воля. У меня ее нет. Я избавился от нее. И, представь, мне стало легче жить. Отпала необходимость насилия над собой. Не понимаю. Не понимаю ничего, не понимаю. Всегда, когда я начинаю говорить с тобой, у меня начинает страшно болеть голова. Ты быстро доводишь меня до полного изнеможения. Ты врун. А я не врун. Врун. Ты всегда и во всем мне врал. Я не вру. И охотно говорил бы тебе правду. Если бы ты хорошо переносила ее. Но от правды ты начинаешь страдать. Ты мучишь себя и меня. И потому я вру, чтобы избавить тебя от страданий. Володя, будь любезен. Возьми сумку и дай мне таблетку аспирина. Когда у меня родился сын, я почему-то думала, что это большая удача. Именно сын, а не дочь. Потому что сын непременно умнее, серьезнее, самостоятельнее. Но лучше бы у меня была дочь. Ой, прости, Володенька. Да, Володенька. Ты вырос не таким. Каким я хотела тебя видеть. Ну, может быть, это ты виноват? Я еще не родился или только родился, а ты меня уже видела кем-то. Так выступают все матери. Так где же ты все-таки работаешь? На заводе. Вот отец-то обрадуется. И что же там делаешь? Тележку возишь? В тележке директор завода. Я индустриальный рикша. Перестань поясничать. Это называется радиоэлектроника. Я делаю, вернее, монтирую такие штучки, от которых работают приборы. В детстве штучки, в школе штучки, сейчас штучки. Я тебе уверяю, что если ты по-настоящему захочешь, тебя возьмут. Ну, сходи к главному. Объясни ему, что ты учишься, перешел на четвертый курс. Что ты не мальчик, в конце концов. Созрел для настоящей творческой работы. Как ты сам-то считаешь? Созрел. Ему надо бриться два раза в день. Бриться ему совсем не надо. Ему борода будет к лицу. А я и не стремлюсь. Меня здесь вполне устраивает. Двести рублей капает, заграничные командировки. Ну, если ты не стремишься, тогда вообще о чем мы говорим? Старик, я давно хотел тебе сказать. Ты когда уходишь, у тебя паяльник киснет. А может, между прочим, не киснуть, объясняю. Берешь проволочный резистор равного за месяц... Как прекрасно ты говоришь, Николаш. Как ты все знаешь. Уверен, даже температуру воздуха ты назовешь совершенно точной. Кстати, а какая сегодня температура? 12 градусов. Так вот, продолжаем. Послушай, ты не обиделся на меня, что я не встретил твою девушку? Нет, с той старушкой мы благополучно вышли в финал. Последняя встреча требовалась для обмена верительными грамотами. По твоей милости, я не пришел. Противоположная сторона обиделась. Надеюсь, окончательно. А вообще, старик, мне пора становиться серьезным человеком. Ты что читаешь? А? Справа с ним. Ты мне план давай, работай. Так я делаю. Работай. Как дела? Нормально. Успеваешь? Слушай, Максимов. Перли не вышел на работу. Слетай к нему до обеда, узнай. Надолго ли он слег? Оф-то. Адрес узнай в отделе кадров. Зачитался, зачитался. Работаем, работаем. Мне с Перлим надо делать искусственное сердце. Я спал и видел с ним работать. На мелочах замучает. И все же он работает лучше всех нас. Да все мы работаем одинаково. Все одинаково, он лучше. Да я ничего против Перли не имею. А то, что он занудый, это все знают. И пусть зануда. Важно, что за этим занудством. А за этим занудством стоит следующее занудство. О, боже мой. Пожалуйста. Пожалуйста, прошу. Здравствуйте. О, это не надо было. Нет, ну, зачем это так не надо? Ну, ладно, спасибо. Нет, ну, что вы. Нет, так, так, полагается. У нас такой переполох был, когда вы знали, что вы заболели. Но я считаю, что почка почкой. А здоровье все-таки прежде всего, да. А, сердце дает сбой. Надо подпаять емкость. Да. Или, знаете, лучше выключать. Потом сделать ремонт. А потом включать. А? Ну, да. Прошу вас. Пожалуйста. Благодарю. Вот. Это Танечка моя внучка. Это все мои друзья, знакомые. Там камин. Начало века модерн. У меня тут была хорошая мебель. Но вся она там. Все пошла на топку во время блокады. Тепло. Ну, будем пить чай. Я вас буду угощать чаем. Танечка, приготовь нам чай. Не надо чая. Я не пью. То есть, вообще не пью чая. Это каша. Ну, во-первых, я его не люблю. А, во-вторых, перед самым приходом сюда я выпил три стакана. Три. А надо четыре. Роберт Францович, вы врачам показывались? Нет. Ну, очень плохо. Все-таки сердце как-никак. Кстати, хотите, я познакомлю со своим знакомым? Он студент третьего курса медицинского факультета. Будущее светило медицинской науки. У меня он школьный приятель. Кстати, Роберт Францович, у вас есть школьные товарищи? Это как? Ну, с кем вы учились в школе. Ага. Есть. Далеко. Вот маленькая хозяйка с большим подносом. Прошу. Вот чай. Это хорошо. Это всегда можно и четвертый стакан. Пожалуйста. Спасибо. А разве вы не здесь учились? Нет. Мне рассказывали, что вы старорабочий династии Перли. Что она проработала на заводе сто с лишним лет. Это Густав Перли. Дядя мой, Густав. А я уехал из Германии от фашизма к своему дяде Густаву Перлю. Так вы участник сопротивления? Антифашист? Я механик. Всегда делал приборы. И не надо меня показывать светило в медицинской науке. Хорошо. И все же хорошо, что Артем послал меня к Перли. Мы ведь мало что знали о нем раньше. Да никто и не интересовался. Работает себе человек, пускай работает. Но старик Перли не всегда был стар. И сегодня немножко узнал о том, что был до того, как он состарился. Вовка, какую я себе потрясающую блузку купила. Ах, кремового цвета. Вот здесь кружавчики с плечиками. Потрясающе. Леночка, здравствуй. А, привет. А юбка клечатая вся в складке. Темно-коричневая юбка чуть-чуть пониже колена. Представляешь? Юбка. В Шотландии солдаты носят клечатые юбки. Я что, солдат? Ты что? А пуговицы металлические, фирменные такие. Знаешь? Мне так кто-то хочется. Ты не обидуешься? Десять фильмов и все французские. Ты представляешь? По два фильма в день. Что, каждый день? Я же тебе сказала, я иду на фестиваль французских фильмов. С новой юбки. С кем? С Николашей. С Николашей. Странный ты какой-то. Я же сказала. Почему ты не ешь? КОНЕЦ 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 Нина, попросите, пожалуйста. А скоро будет. К тете? А, нет, нет. Нет, никто. КОНЕЦ Поздно уже, Ниночка. Тетя спит, наверное. Нет, не спит. Неудобно. Может быть, все-таки в другой раз. Все удобно, Николаш. Если я говорю, значит, удобно. Пойдем, чай, паркет, пирогов поедем. Пойдем. КОНЕЦ 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 О, Господи, Боже мой. Извините, я, собственно, ненадолго. Я... Вы что, насчет Кеннера? Да. Простите, одну секундочку. Да. Сереженька, подожди. Я сейчас одну минуточку. А там вот... Мам! Это что, насчет Кеннера? Сереженька, подожди, одну секундочку. Я сейчас. Здравствуйте. Здрасте. Заходи. Да. Что вы, что вы? Ну, вы раздетесь, по крайней мере. А где? Сережа. Кеннера нашли. Я знала, что он найдется. Мам, я ведь говорил, дело в том, что он не в первый раз улетает. У него характер такой бродячий. Но он каждый раз возвращается. Он у вас? Кеннер. Ну, я не уверен, что это тот самый. Тот, это такой бродяга. Не успеешь выпустить, он и пошел. К одним залетит, а потом к другим. А зачем ты его выпускаешь? А что же он должен, как я? Мам, я ведь говорил, что он вернется. А она не верила. Думает, окончательно улетел. Садитесь. Спасибо. Он пел у вас? Сначала он не пел. Он был в незнакомой обстановке. И не освоился. А когда освоился, запел. Да. Я его на магнитофон записал. Я бы дал вам послушать. Но он у меня сломался. Мама освободится и снесет магнитофон в мастерскую. Правда, мама? Ну, покажи магнитофон-то. А вы что? Разбираетесь? Да, так чуть-чуть. Правда? Да. Пел, пел и заел. Ты что, стихи сочиняешь? Нет. А что это ты говоришь неправду? Разве это плохо писать стихи? Плохие? Плохо. А хорошие хорошо. А разве ты плохие стихи пишешь? А вон так хорошие. Очень даже хорошие. Почитай. Ладно. Прости. Не могу. Ты не обижайся, ладно? Ну, что ты, что ты. Когда вы принесете Максим Максимыча? Ха, откуда мне такое имя? Это мы его так назвали. В честь Лермонтова. Вернее, в честь героя нашего времени. Помните, там был Максим Максимыч? Добрый такой. Художник с исключительной силой изобразил, отобразил их нравы и их... Прости, я ведь не читал этого героя. Соврал. Ну, раз образ, значит, или запечатлел, или отобразил. Соврал. А у тебя нет такой привычки? Нет, у меня такой привычки нет. У меня есть другие вредные привычки. Например, ногти грызть. А вы грызете ногти? Нет. Ну, у меня вот это. Один человек сказал, что у меня привычка к вранью. Но это не так. Просто я терпеть не могу, когда у людей становятся вот такие вот лица. И они смотрятся страдающим взглядом. Я думаю, ну вот совру, а потом все как-нибудь устроится. А про Максима Максимовича тоже соврал? Нет. Вот про Максима Максимовича правда. Только не то, чтобы я его нашел, а это он сам ко мне залетел. И выходит так, что это он нашел меня. Вот так. Ой, Сережка. Ой, ну надо же. Спасибо большое. А когда вы принесете Максима Максимовича? Завтра. Завтра я не могу. Понимаешь, у меня работа очень срочная. Через дня 3-4. Ты сможешь подождать 3-4 дня? Буду ждать, сколько надо. Ну, счастливо. Пойдемте, я вас провожу. До свидания. Да что вы, что вы. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты чего не спишь, малыш? А ты? Я взрослый, мне можно. А тебя ругать будут? Не будут. Тебе плохо, да? С чего ты взяла? Ты сегодня надо мной не смеешься. Торжественно обещаю тебе, малыш, никогда на тобой не смеяться. Никогда мне плохо, никогда мне хорошо. Смейся, пожалуйста. Я не обижаюсь. Ну, иди домой. Сначала ты иди, я потом сразу пойду. Правда? Правда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ничего, ничего. Добрый вечер, Володя. Да почему не спишь-то? Я не знаю, когда пойти мне за билетами, и будут ли они. Будут. Володя, ты даже ни разу не спросил, когда я прилечу снова. Мам, хочешь, я пойду в Якутск? Мы будем жить вместе, ты, папа и я. Нет, благодарю, Володя. Мне не нужно никаких жертв. Единственное, что бы мне хотелось, это понимать тебя. Почему все надо понимать? Вот я не понимаю тебя, я не впадаю в панику. Ты меня? А что, собственно, тебе нужно понимать во мне? У тебя была долгая жизнь. Наверное, были какие-то свои проблемы. Нет, Володя, нет. У меня не было никаких проблем, никаких. Нам было тяжело, но мы всегда знали, как надо поступать. Ну, ты была когда-то влюблена? Нет, Володенька, это было не совсем так. Нет, мальчик. Ты же знаешь, что все мои погибли в блокаду, а я осталась одна. А потом встретила твоего папу. Свадебное платье шило из тюлевых занавесок. А папе к свадьбе сделали хороший новый протез. Сразу после свадьбы мы поехали в Казахстан. Папа мотался по степи, и я моталась с ним. Он искал воду, и я искала воду. Потом мы переехали в Якутск. Там открыли эту кимберлитовую трубку. Папа искал алмазы, и я искала алмазы. У нас даже не было собственного угла. Зато как мы радовались каждой победе, каждому повышению. Володя, а я помню, как ты сказал на новоселье, когда мы получали эту комнату. А что я сказал? Ты сказал, что мне стыдно, что вы так подлизываетесь к начальству. Нет, я не говорю. Ты сказал, Володя. В каком начальстве, мам? Да не говорил я этого. А мы не подлизывались. Мы просто были рады этой комнате. Рады, что у нас есть свой дом. Рады, что папу ценят. Ты знаешь, сейчас и в Якутии его очень ценят. Так это ему должны быть благодарны, что он ценный специалист. Почему же он должен быть благодарен? Нет, Володя, без людей он бы не стал специалистом. И не выжил бы при своем ранении. И мы бы не прожили так хорошо свою жизнь. А вы ее хорошо прожили? Да. Хорошо. Нас уважали. И у нас очень много хороших друзей. Володь, а у тебя есть хорошие друзья? Вот видишь, вот если бы поступил в институт, ты бы был в коллективе. И у тебя были бы друзья. А то на завод. Только бы не работать мозгами. Мам, ты поверишь, если я сейчас тебе в чем-то признаюсь? В чем? Нет, ты поверишь? Конечно, конечно. Ну, что случилось? Ты поклянись, что поверишь, а я поклянусь, что говорю тебе правду. Клянусь. Мам, я работаю головой. Ты хотел мне в этом признаться? Да. Еще кое в чем. Но сейчас поздно. Поговорим потом. Дама. Ты у меня хороший мальчик. Добрый. И бестолковый. Володя. Что, обедать не идете? Да так не хочется. Радостно. Нет, ну что вы. Ну, ну, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, кажется, мы окончательно выглядели. Слава на работе. Насос подсасывает. Если бы насос подсасывал, то пузырек бы кувыркался. Если бы пузырек кувыркался, то человек уже умер. Да часики, а не машина, Роберт Францевич. Ну, если часики врут, то человек опаздывает на работу, и все. Ну, а если это врет, то человек. Ой, через неделю в отпуск. Я уже билеты взял. Васписью пишет, что в сеструхе пальто купил. Ой, черт, да что такое? То горячее, то холодное. Зараза, у тебя тоже так? Фу, да. Представляете, вчера весь день ходил, так ничего не купил. Марусину надо будет попросить. О, конечно, попроси Марусину. В конце концов, ты не зря вкалываешь на уборку территории. А при чем ты это? Да так. Ты что имеешь в виду? Разговор поддерживаю. Вот для того, как я заметил давно, что вы подшучиваете надо мной с Марусей. И напрасно. Кипяток под конец одним шпарень. Да ладно. Да ладно, ладно. Да и не ладно. Слыхал? Николаш, в Чехословакии отсылают. Слыхал. Вот вернется и свадьбу сыграем. Какую свадьбу? С Линочкой все. Отговорила роща золотая. Ты что молочишь? Ты что? Слушай, ну ты что, серьезно, что ли? Что серьезно? Принял роль кошелка-носителя. Что за бред кошелка-носитель, за мужество? Ты что? Объясняю. Кошелка-носитель это ты. А сам термин означает усердие, то, с коим ты носишь за Линочкой, бытовые тярости. Кто тебе сказал? Линочка. Видишь ли, у тебя особое пристрастие, сбить пену, а потом явиться из нее вольстительной, как вегера. Расчетка есть? Клянусь тебе, я не думал, что ты серьезно. Я думал, ты отделаешь селедки в испугу. Будешь таскать за Линочкой терзи и все. Вот Николаша потом же придется. Постой, Николаш. Ведь он об этом не говорил. Но чтобы всегда говорим то, что думаем. А разве нет? Интересно, что бы это было за жизнь? Это равносильно того, что открыть кран с угарным газом. Так хорошо думаешь о нас, да? Ни хорошо, ни плохо. Если ты сейчас же не уберешься, я, может быть, убью тебя. Стоп. Ты лучше Линочку убей или Николашу. Ну, где ты видел, в каких пьесах, чтобы убивали второстепенных героев? Я виноват уж тем, что спортом надо заниматься. Хотя бы зарядку по утрам делать. И всех нас-то самый противный. Конечно. Ты сидишь в углу и щелкаешь костяшками счетов. Философ. Догадался, что мы состоим из крови и костей. Регистратор чужих побед и поражений. Если ты и заткнешься... Не заткнусь. Я тебе все скажу. Я думал, ты хороший парень, а ты... Я не заткнусь. Я morality не знаю. С tava light Что случилось? Ничего не случилось. Ну, а если ничего не случилось, что же ты меня из ванны-то вытащил? Венера родилась в ванной. Вот в чем вопрос. Ты что, выпил немножко? Володь, ну что же все-таки произошло? Ну я мертвую, Володь. Это я хочу тебя спросить, что произошло? Что произошло? Это правда? Что правда? Что ты выходишь замуж. А кто тебе сказал? Да какая разница, кто сказал? И сказал ли вообще? Это же видно по сиянию твоих глаз. Только не устраивай, пожалуйста, сцену. Я свободна и могу поступать, как захочу. Прости. Прости. Музыка. Музыка. КОНЕЦ Розу, позовите, пожалуйста. Кого-кого? Официантка у вас работает. А, хорошо. КОНЕЦ Володька, я тебя не узнала. Ну, заходи. Ты чего так поздно? Может, закрываемся? КОНЕЦ А ты не изменился? Помнишь, как ты мне написал контрольную по химии? Сначала свой вариант, а потом мой. Ну, годовую контрольную, неужели не помнишь? А выпускной вечер помнишь? Ты мне нравился. Роза, ты знаешь, в какой момент жизни мы сейчас с тобой встретились? Что, важный? Хочешь жениться? Тебя девушка бросила, что ли? Что, неужели так заметно, что меня кто-то бросил? Не огорчайся. Меня тоже бросали. И видишь, ничего, живу. Ты что заладил? Бросали, бросают. Никто меня не бросил. Решительно никто. Ни один человек. Просто мой друг увел у меня девушку. Он поступил как гуманный человек. Он не захотел, чтобы я мучился с существом. В общем, он пожертвовал собой. Завтра должен буду броситься ему на шею и свернуть ее. Но я этого не сделаю. Лучше дай ему в глаз. Друг называется, девушку отбил. В глаз? Нет. Это занятие для героев или для уголовников. Это занятие для среднестатистической единицы. Ну, а что ж ты сделаешь? Скажу здрасте. Знаешь что? Пойдем ко мне домой. Ты замерз, я тебя чаем напою. Я недалеко живу. Пойдем. Я удивляюсь, почему он никуда не ходит, ни на какую работу. А он говорит, у них, у геологов, так и положено. От экспедиции до экспедиции. А потом пропал. Нету. Приходит милиция, спрашивает. А я что? Я ничего не знаю. Сколько натерпелось, говорить не хочется. Теперь все. Все. Чайник. Ну что, смотримся? Давай чай пить. Ты его любил? Да кто ж его знает. Наверное, любила. Чай пей. Теперь уже не знаю. Одно и то же плохо, Володька. Ты замужем ходи. Пошла бы, да никто не берет. А так просто встречаться не могу. Спасибо. Угу. Ну я пойду. Спасибо тебе. Может, останешься? У меня раскладушка есть, выспишься хоть. Да. Мама будет волноваться. Ну, как знаешь. Ну, пойду. У тебя деньги-то есть на такси? Есть. На, возьми еще пятерку на всякий случай. Что ты, что ты? Да возьми, повод будет встретиться, отдашь. Спасибо. Ну, где? Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлука встречи, ты окно в ночи. Может, сотни свечи, может, три свечи. Нет, нет. Уму моему покоя. И в моем дому завелось такое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Может, даже без денег. Нет, что ни говори, а завком проявляет. Дай в шагу и деятельность. Вчера, говорят, билеты в БДТ давали. Но это лично, конечно, билетов не достал. А что это, пачковет наш такой сегодня серьезный? А? Разрабатываю тактику набега на книжный киоск. Прости. Ну, прости, Средина, но бывает. Я вот так иногда, чтобы брякну не подуша, потом жалею. Я не священник. Грехов не отпускаю. Сердишься? Зря. А ты что, левша? А? Бьешь с левой. Кстати, если бы подзанялся, был бы неплохой удар. Бить людей? Бить людей иногда полезнее, чем бить пустые бутылки. Или фазанов. Метишь сверхчеловеки? Да. Николаша? Николаша, бурят, в КБ переходим? Брут. Да он мне сам об этом говорил. Ну, значит, сам бурят. Что вы там делаете? Здесь у нас то, Валгард, передовой рабочий. А там что, 100 рублей в зубы и прикрестик к чертверной доске? И он привык к доске почета. Но обстоятельства могут измениться. Илочка? Нет. Она, конечно, хрупкая создание, но все понимает. Я ищу вас на весь цех. Вы уже здесь, у вас пауза. Рабочий день только начался, а у вас уже пауза. Можно весь рабочий день сделать, одна пауза. Я не обладаю большим терпением работать без перерыва, без антракта. Я не машина, Роберт Францевич. Нет, вы не машина. Вы человек. Машина не имеет способности оценивать свою работу. А вы имеете. Вы человек. В больнице сейчас ваша работа почка. Проходит испытание. Механик заболел. Вы едете со мной. Механик заболел. Механик заболел. Механик заболел. Когда нет усов. Лучше. А мы долго там будем? Вы уже торопитесь. Зря. Вы 4 месяца жили вот для этого дня. И не надо торопиться. Странно. Он считает, что эти 4 месяца я только думал о почке. Что она занимала все мои помыслы. Неужели он никогда не любил, никогда не страдал? Неужели все его жизни составляло его работу? Роберт Францевич, а вас женщины когда-нибудь оставляли? Да. Меня оставила только одна женщина. Ну, этого достаточно. Она что, вышла замуж? Она умерла. Люся. Поспособствуйте молодому человеку. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы прошли? Сквозь стену. Я потом научу тебя, как это делается. А Кеннер? Кеннер поет как сумасшедший. Даже подумал не заводным ревом. Нормально. Зачем Перлик привез меня сюда? Если что-то сломается, я просто физически не успею найти неисправность. Зачем он это сделал? Пусть мне хоть раз в жизни повезет. Хоть бы она работала. Хоть бы она работала. Иди сюда. Как ты узнал, что я здесь? Вот захотела, узнала. Привет. Как вы сюда попались? Агентом какой разведки являетесь? Ты что тут делаешь? Здравствуйте, Роберт Францевич. Здравствуйте, здравствуйте. Володя. Ты что, с Перлием работаешь? Почку не вылышишь? Да. Извини, сейчас. Володя. Вы будете делать со мной искусственное сердце. Николаш, вот он приедет из Чехословакии и будет работать. Вы будете делать. Ну, конечно, если я не расхвораюсь. Этого погода, перепады давления. Ужасно. 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 Володя, подожди меня. Я сейчас. Давайте. Я вам помогу. Да нет, ну зачем? Это я не люблю и не дам я в конце концов. Нет, ну. Ну ладно. Спасибо. Давайте покажемся моему другу. Из него будет хороший врач. Это вот там стоял, да? Угу. Ага. Ну вот, когда выйдет, тогда и покажемся. Ну, час уже остался. Не поедем. Володя, ты был в диализной. Ну что, можно считать, что присутствовал при воскрешении из мертвых. Что с тобой, Володя? Ну, это ничего. Это редко мы бываем в больнице. Смерть, страдания. Трудно привыкнуть. Ты думаешь, у нас нет жалости? Просто врать человек, для которого сострадание есть функция действия. Да. Дело. Практика. Критериум нравственности. И не важно, сколько мы там ищем, страдаем, мучаемся. Это все. Нет. Сколько сделано. Вот это. Роберт Францевич. Да. Я слышал, вы начинаете работать над искусственным сердцем. Поэтому мне хотелось бы с вами обсудить кое-какие вопросы. Я недостаточно владею, чтобы обсудить. Ну, попробуем. До свидания. До свидания. Мой мужик. У него Володька изношенное сердце. Астма. А работает как Бог. Если ему будет худо, дай нам знать. Сделаем все, что можем. Хорошо? Угу. Привет, малыш. Что тут делаешь? Гуляю. Откуда? Ниоткуда. Просто вышла погулять. А я думаю, что за хорошенькая девушка. Да, я думаю, подойду. Ты был на операции? Кому операция? А вот, кстати, доктор Сергеев. Познакомьтесь. Доктор Сергеев. Марина. Он в этом деле понимает больше, чем я. Он тебе все объяснит. А я там оказался совершенно случайно. Как случайно? Ты же делал почку. Она работала на операции. А вы, оказывается, в курсе. Ну и как работала твоя почка? Она вела себя отлично. И сегодня спасла человека. Вы думаете, со мной нельзя разговаривать серьезно? Что? Доктор ни с кем не разговаривает серьезно. Доктор такой стиль. Очень рад с вами познакомиться. Я тоже. А вас отпускают гулять одну. Кто? Мама. Я живу с бабушкой и тетей Шур. Ах, вот как. А чем занимаетесь вы? Насосом. В переводе на русский это сердце. Старик, ты понимаешь меня с полуслова? С тобой приятно иметь дело. Но сегодня ты, кажется, опять занят. Он всегда занят. Всегда? Да. У него свет гаснет. Поздно-поздно. Я уже ложусь спать, а он все читает. Он очень много работает. Над чем он работает, вы тоже знаете? Над книгами. Я думаю, это научные. Очень толстые тома. Это Брэм. Интересуйся животными. Не животными, а птицами. А в частности, канарейками. Это не Брэм вовсе. Если посмотреть в бинокль, чертежи видно. Старик, тебе пора съезжать с квартиры. Зачем вот так? Прости, старик. Спешишь? Сегодня не спешу, но... Понимай. Ну зачем тебе надо было морочить голову какими-то книжками? Пусть не думает, что он самый умный. А в больницу зачем приходил? Не понимаешь? Не. Совсем не понимаешь? Совсем не понимаю. Ну, на заводе вчера тоже не понимаешь. Что, ты на заводе была? А где ж ты еще была? Везде, где был ты. Зачем мама просила? Нет. Я сама. Сама тебя люблю. Ты это придумал, малыш, да? Ну, признавайся, ты это придумала. Ты знаешь, это случается со многими людьми. Они придумывают себе несуществующие вещи и начинают в них верить. Вот и я верил несуществующие. Нет, это правда. Если можно, я пойду с тобой, ладно? Ты куда ведешь? В зоомагазин. Ты знаешь, мне надо купить певчего кеннера. Можно я пойду с тобой? Да. Улетели, Улетели Листья с тополей. Повторилась, Повторилась в мире неизбежность. Не жалей ты, Листья, не жалей. А жалей любовь мою и нежность. А жалей любовь мою и нежность. Пусть деревья, Пусть деревья, Пусть деревья Голые стоят. Не кляни ты, Не кляни ты шумные метели. Разве в этом кто-то виноват? Разве в этом кто-то виноват? Что с деревьев листья улетели? Что с деревьев листья улетели? Разве в этом кто-то виноват? Что с деревьев листья улетели? Что с деревьев листья улетели? Что с деревьев листья улетели? Что с деревьев листья улетел. Аскgging nest. Субтитры создавал DimaTorzok